Летний сезон в Самаре невозможно представить без фонтанов. Именно поэтому в городе начались работы по расконсервации гидротехнических сооружений. Они проводятся в рамках месячника по благоустройству. Первый пробный запуск фонтанов планируется провести уже 20 апреля, общегородской субботник. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» осматривают гидротехнические сооружения, дают оценку их текущему состоянию. Важно понять, не пострадали ли во время зимовки технические составляющие, системы и внешний облик фонтанов. Во-первых, сейчас производится расконсервация, проверка герметичности систем, запор на арматуры, управляющие аппаратуры, на звуковых, соответственно, цветовых фонтанах, работы электрики и качество подключения, присоединения к сетям водопровода. Ну и проверяется состояние покрытия чаши, внешние облицовки фонтанов по необходимости делается ремонт. Один из центральных фонтанов города – Самара, расположен на Ленинградском спуске. Его берут в работу в числе первых. Этот фонтан – один из символов города. Парус длиной 13 метров, весом порядка 16 тонн. Он был построен в честь 400-летия Самары и обновлен в 2012 году. В нем 384 светильника и 620 форсунок. Число – равное количеству соловецких юнг, погибших во время Великой Отечественной войны. Как и многие светодинамические фонтаны, он проходит еще и проверку программного обеспечения. Кроме этого, его красят, проводят работу на парапете, заделку швов и очистку от граффити. А также исправляют поврежденный камень. Обслуживать фонтан в летнее время будут два оператора. Сейчас самые важные работы у нас какие-то. То есть установка насосных агрегатов, установка на садок, это форсунок, и осветительный светильник. Ну, также уборка. Жители города с нетерпением ждут лета и начала работы фонтана. Часто гуляем, приезжаем сюда. Сам жил на безымянке. Сели на машину, вот приехали сюда. А здесь все пришел, там вода, здесь вода, уже дышать легче. Открыли, уже рядом народу много и отдыхающих, и вообще. Для меня это как праздник. С прошлого года городских фонтанов с учетом сухих уже 50. Добавился световой фонтан, находящийся на площади памяти. По заказу профильного городского департамента работа старого фонтана восстановлена и улучшена. С учетом запланированных на этот год ремонтных работ предполагается, что работать будут 48 фонтанов. На постоянной основе их запустят с 1 мая. Санитарный день будет проводиться каждый понедельник. Также муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» будет обслуживать системы автоматического полива. Таких систем от года к году становится больше за счет оснащения территорий, обновляемых по нацпроекту «Жилье и городская среда». Полина Челякова, Петр Паломеев. События.